Привет, меня зовут Димми. В предыдущих видео мы научились создавать собственный драйвер для UI Flow и делать блокли-обёртку для него. Сегодня сделаем оригинальные часы синхронизации времени через интернет, работающие на нашем драйвере. Давайте начнём. Откроем m5b файл с набором блокли. Первым делом импортируем драйвер. Далее введём имя переменной для экземпляра класса SN74HC595. Также укажем номера контактов, к которым подключена микросхема. Теперь создадим собственный алфавит, он же словарь, с помощью которого программа будет знать, каким цифрам будут соответствовать какие коды. Как же определить, какой код будет у символа? Всё очень просто. У нашего сдвигового регистра 8 полезных контактов. И у сегментного индикатора тоже 8. Каждый сегмент представляет собой светодиод. Катоды всех таких светодиодов подключены к Земле, а аноды – к контактам сдвигового регистра. При подключении следует сохранять порядок контактов. Однако, не всегда это может быть удобно. Например, в данном проекте для монтажа было главное условие – это использование наименьшего количества перемычек. Таким образом, вид печатной платы получился вполне аккуратный. Вернёмся к нумерации сегментов. В моём случае сегменту A соответствует третий контакт сдвигового регистра, соответственно, второй бит. Или точки пятый контакт, то есть четвёртый бит, соответственно. Добавим пары из ключ – значения для десяти цифр и точки. Отлично! Теперь сделаем автоподключение к Wi-Fi в режиме работы программы из флэш-памяти. Если вы нажмёте «Run», то программа запустится на базовом устройстве из оперативной памяти и продолжит работу до перезагрузки. В таком режиме доступ к интернету и UI-Flow будет. Однако после перезагрузки программа не запустится, поскольку оперативная память будет очищена. Такой режим подходит для программирования и отладки, но совсем не годится для автономной работы. Для автономной работы необходимо сохранить программу во флэш-память с помощью кнопки «Download». После перезагрузки устройства программа запустится, но автоматически к Wi-Fi не подключится, если заблаговременно не настроить это в коде следующим образом. Теперь можно смело настраивать подключение к серверу точного времени. В выпадающем списке выберите ближайший к вам сервер и укажите часовой пояс. Добавим бесконечный цикл, в котором будут работать наши часы. Создадим переменную, в которую будем получать в виде списка актуальное время. Точка служит разделителем между часами, минутами и секундами. Нам необходимо вывести три пары чисел, а сегментный индикатор у нас всего один. Что же делать? Давайте будем зажигать красный светодиод, когда выводим часы, желтый, когда минуты и зеленый, когда секунды. Также необходимо учесть тот факт, что числа времени состоят из двух цифр. И чтобы не перепутать их порядок, будем зажигать точку рядом только со второй цифрой числа. Таким образом, мы сможем наглядно отобразить точное время с помощью одного сегментного индикатора и трех светодиодов. Красный светодиод подключен к 33-му контакту. Установим логическую единицу на нем для того, чтобы зажечь светодиод. Теперь воспользуемся методом, созданным нами ранее для вывода строки на сегментный индикатор. В качестве аргумента value передадим часы из списка time now. Они хранятся под нулевым индексом. В качестве аргумента alphabet передадим наш словарь. И в качестве аргумента delay передадим время в миллисекундах, отводимое на отображение одного символа. После вывода часов погасим красный светодиод и зажжем желтый перед выводом минут. Он подключен к 21-му контакту. Скопируем данную конструкцию и изменим в ней индекс часов на индекс минут. Проделаем то же самое и для секунд. Зеленый светодиод подключен к 25-му контакту. Готово. Давайте загрузим программу в оперативную память и посмотрим, что получилось. На этом урок подошел к концу. Попробуйте повторить данный проект самостоятельно. Также вы можете использовать встроенный RGB светодиод вместо отдельных трех. Жмите «Нравится», «Подписаться». До встречи в будущих видео. Всего вам доброго! Продолжение следует… «Подписание» Продолжение следует… Продолжение следует...